МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире итоговая информационная программа Регион-09. Рассказ о наиболее заметных событиях прошедшей недели в Караганде и Карагандинской области глазами журналистов 5-го канала в студии Рушан Бараев. День за днем. Что случилось в Караганде с понедельника по пятницу? Ажиотаж вокруг новых правил по перевозке детей. Кто-то уже обзавелся автокреслами, ну а кто-то ищет другие пути избежать конфликтов со стражами порядка на дорогах. В тонкостях перевозки детей разбиралась Ирина Вобещевич. Она на связи с программой Регион-09. Новости из сети. Штрафы за нарушение ПДД казахстанцы смогут оплатить со скидкой, а Геннадий Головкин споет американский рэпер и многое другое в программе Регион-09. А теперь коротко о событиях прошедшей недели. В Караганде молодой человек украл из церкви ящик для пожертвований. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. След взяла оперативно-розыскная собака по кличке Винс. Ее хозяин, младший инспектор Центра кинологической службы Бигзаджит Пизбаев, задержал преступника в его квартире. 25-летний житель города уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Молодой человек сознался в совершении кражи. Каждый карагандинец, попавший в трудную жизненную ситуацию, может рассчитывать на помощь государства. Семьи, пострадавшие от пожара, потопа или взрыва газа, получат материальную помощь. Изменения в правилах оказания социальных услуг были утверждены 30 декабря прошлого года депутатами городского Маслехата. Сумма материальной помощи будет подчитываться индивидуально. Она будет зависеть от степени повреждения жилья и дохода семьи. Кроме этого, материальная помощь полагается больным туберкулезом и онкологическими заболеваниями. Обязательное заключение дается. О необходимости и размере социальной помощи в каждом отдельном случае определяет специальная комиссия, созданная Акиматом города Караганды. Материальная помощь является одновременной. Ее не смогут получить те, с кем произошла беда до 31 декабря 2014 года. На выплату пособия из бюджета предусмотрено более 12 миллионов тенге. Новые правила и большой общественный резонанс в соответствии с последними изменениями в законе о дорожном движении, а также новыми правилами дорожного движения, вступила в силу норма, запрещающая водителям перевозить детей до 12 лет при отсутствии специального удерживающего устройства. На практике эта норма свелась к требованиям установки детских автомобильных кресел и вызвала бурю негодований у водителей. Также с 11 января 2015 года в Казахстане вступило в силу еще одно новшество для автовладельцев, им необходимо обновить состав автомобильной аптечки, однако ни их, ни даже некоторых медицинских средств в аптеках нет. Что думают об этом всем, каргандинские водители выясняла Ирина Вобещевич. Это самое актуальное в Казахстане видео на сегодня. Из-за отсутствия автокресел казахстанских детей учат прятаться от сотрудников дорожной полиции. По команде отца малыш лихо прячется между кресел в салоне автомобиля. А вот так убегают от камеры родители с детьми. На сегодняшний день они являются нарушителями правил ГИБДД. Ведь перевозят ребенка без кресла из специального удерживающего устройства. Наше длительное дежурство около поликлиники так и не увенчалось успехом. Мы не обнаружили ни одного автомобиля, перевозящего детей, оборудованного креслами. Не смогу привезти своих детей, допустим, своих внуков от сына домой или в гости или куда-то. Как мне быть? У Татьяны трое внуков. Она нечасто, но все же возила детей то на плавание, то в гости. Теперь нынешние правила лишают женщины такой возможности. Ведь прежде ей придется раскошелиться на три кресла. Диспетчеры службы такси тоже приспосабливаются к новым веяниям. Теперь при принятии заявок они обязательно спрашивают, будут ли дети при перевозке. С вами ребенок имеется? Двое? Хорошо, ждайте. У нас в повещении приятной поездки. Парк таксистов разделился на два лагеря. Меньшинство – это те, кто имеют автокресла и специальные удерживающие устройства. И те, кто не имеют. Если раньше таксисту было предпочтительнее перевозить семейных с детьми, нежели подвыпившие компании, то сейчас, как рассказывают таксисты, порой приходится не останавливаться, если видят, что люди с детьми. У меня два кресла, но два возить с собой непрактично, потому что бывает, что по четверо взрослых садится еще и с вещами, с багажом. Вот сегодня был такой случай с утра. Садятся четверо взрослых, пришлось кресло снимать, убирать в багажник. То, что моя машина большая, уже никак не спасает, потому что приходится... Или придется человеку дать на руки кресло, и чтобы он держал его, им тоже неудобно будет, а куда деваться. А держать его дома и каждый раз, а с детьми сейчас я съезжу домой, возьму кресло, тоже неудобно, согласитесь. Однако, все несколько проще. Просто многие водители плохо читали закон, в котором четко сказано, что кресла нужны только в случае перевозки детей на переднем сиденье. На заднем же достаточно детского удерживающего устройства, позволяющего пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности. То есть ремень продевается, и здесь не под горлышко ему, ребеночку, а вот здесь вот, как положено. Он фиксируется сзади и может передвигаться. То есть не обязательно кресло. По данным МВД РК, в 2014 году в Казахстане по результатам ДТП с участием несовершеннолетних погибли 89 детей. И 1704 получили увечья различной степени тяжести. Я считаю, что использование детских устройств, транспортных средств позволяет снизить смертность, задумайтесь, среди младенцев на 71%, а детей более взрослого возраста на 64%. Что мы вообще обсуждаем? Однако, сейчас уже водители поговаривают, что на рынке кресел появились такие экземпляры, в которых с опаской можно усаживать детей, а в случае необходимости возникнуть трудности с эвакуацией. Что же касается всевозможных детских удерживающих устройств, то их эффективность вызывает огромное сомнение. Виталий – таксист с 12-летним стажем. Сегодня ему не повезло. Он не прошел ежедневную предсменную проверку. Дело в том, что состав аптечки, которую Виталий купил в декабре прошлого года, уже не соответствует новым правилам. С 11 января 2015 года в Казахстане вступило в силу еще одно новшество для автовладельцев. Им необходимо обновить состав автомобильной аптечки. Виталий хоть и возмущен тем, что только недавно купил аптечку, но тем не менее отправился сейчас за новой. Говорит, что нужные медицинские средства под рукой в машине необходимы. Между остановкой Ерминтала авария была. На шатырь понадобилось, там дети чуть не погибли. Мы быстренько вытаскивали, очухивали их, на шатырем перетягивали, жгутами перематывали. За год третий раз уже меняют состав аптечек. Сотрудники госоинспекции проверяют, останавливают машины и проверяют наличие аптечки, состав аптечки, чтобы новая была. Поэтому мы очень серьезно относимся к этому. Перевозчики караганты, да и просто водители действительно со всей серьезностью подходят к этому вопросу. Естественно, направились в аптеки, чтобы обзавестись медицинскими боксами. Однако не все так просто. В лекарственных магазинах искомого товара нет. Часто сейчас стали заходить и заказывают, в основном покупают по списку, по позициям. Если аптечка стоит от полутора тысяч до двух тысяч тенге, то покупка по списку отдельно каждого медицинского средства обойдется гораздо дешевле, в пределах тысячи тенге. Однако наша попытка укомплектовать аптечку потерпела фиаско. Не все средства есть в наличии. Перевязывающие пакеты у вас есть? Нет в наличии их нет. Ножницы, ну сейчас в наличии нет. Не только по наличию комплектующих аптечки, но и по составу возникли вопросы не только у водителей, но и у медиков, занимающихся медицинским осмотром водителей перед выпуском на маршрут. Холод раньше был, понимать, сейчас его нет. Она должна быть, если это какое-то обезболивающее должно быть, но здесь вообще ничего нет. Я так думаю, проверять, наверное, будут вот это вот. Но если будут в аптечках лежать, допустим, тот же уголь активирован, тот же обезболивающее, это же не карается, правильно, это же аптечка. Новый перечень был принят Министерством здравоохранения Республики Казахстан и состоит из 13 наименований. И большей частью это бинты, жгуты, вата, перекись, ножницы и перчатки. В обществе с Одессией автомобилистам также советуют не ограничиваться указанным перечнем. Я бы рекомендовал практически всем водителям дополнительно закупить определенные медикаменты. Ну, допустим, я к себе положил это сердечные таблетки, валидол, вот, и на шатерный спирт я доложил. И индивидуально у каждого есть свои болячки водители. Руслан Лазута также посоветовал не покупать весь новый перечень срез, а проверить имеющиеся и докупить недостающие. Это обойдется примерно в 650 тенге. Несмотря на то, что на кошельках автомобилистов данные перемены не отразятся слишком серьезно, некоторые аналитики полагают, частая смена состава – лоббирование интересов фармацевтических предприятий. Добавление всего одного лекарства в аптечку – это гигантская прибыль для изготовителей. Ну, а пока еще не все медицинские средства закуплены, остается полагаться на снисходительность полицейских в случае остановки вашего авто. По поводу того, будут ли в ближайшее время проверять аптечки в ДВД Карганской области, не уточнили. Ирина Вобещевья, Аснар Муханов, Владимир Иванюк, 5 канал. На связи с программой «Регион-09» корреспондент телекомпании «Пятый канал» Ирина Вобещевич. Здравствуй, Ира. Здравствуйте. Каков твой водительский стаж? Ну, скажем так, более 10 лет. И за это время были ли какие-то случаи, скажем, аварийных ситуаций? Да, были, к сожалению. Но, ну, в основном не я была виной. Наверное, как все водители так говорят. Ну, бывали такие. Но такие случаи, чтобы приходилось прибегать, допустим, к средствам защиты, к аптечке, такого не было. К счастью. Сейчас, как уже всем известно, что сейчас из комплектации вышли все таблетки, все лекарственные средства. Остались только средства оказания помощи. То есть это бинты, жгуты, ну, перевязочные, всякие там салфеточки и так далее. То есть это тоже, ну, для меня это какая-то странная комплектация. И не только для меня. Вот я разговаривала с водителями, со многими. В первую очередь, когда происходит какой-то несчастный случай, даже если ты не сам как бы стал участником, а стал свидетелем и хочешь оказать какую-то помощь, прежде всего хватаешься за аптечку, на шатырь, какие-то обезболивающие средства и так далее. Они всегда должны быть. Сейчас этого нет. То есть тоже вопрос большой. А детское автокресло у тебя есть в машине? Нет, у меня уже дети вышли из этого возраста. Коляски детского кресла мне не надо. Ну, может, когда-то внуки появятся, пригодится. Ну, мое мнение, что сейчас такой ажиотаж вокруг этих кресел. Тоже водители собираются, таксисты собираются, с утра начинают обсуждать эту тему. Там, у кого есть эти кресла, у кого нет. Сейчас в приоритете те водители, таксисты, у которых есть кресло. Они, в первую очередь, на вызов идут к пассажирам с детьми. Но у нас, как всегда, слышал звон, да не знаю, где он. Детское кресло, если почитать законодательство, необходимо только на первом сидении. На переднем? Да, на переднем сидении, а сзади достаточно детских удерживающих устройств. Ну, это всевозможные там какие-то накладки. Ну, и под низ подкладывать что-то такое. Лишь бы ремень проходил ребенку по грудной клетке, чтобы удобно, для удобства. В принципе, оснащать машину полностью креслами не надо. Ну, вот такие. То есть, ажиотаж просто на ровном месте. Ну, ведь, ну, как бы в Европе это давно уже ввели. Опять мы оглядываемся на Европу, да. Там мамочку не выпишут из родильного дома, если у нее машина не оснащена детским креслом. То есть, ребенка отдают, и он садится в это кресло, и так далее. Что касается фар, ты как для себя решила этот вопрос? Ой, с фарами это вообще что-то для меня невообразимое. С моей, как бы, забывчивостью. Я согласна ездить с включенными фарами. Я не протестую, я только за. Единственное, что я все время забываю их включать. То есть, я если даже утром выехала, я включила, где-то остановилась, припарковалась, вышла. Потом сажусь, я могу забыть об этом. Я уже хочу на руль какую-то пометку или надпись делать, чтобы не забывать об этом. Но, извините, я сейчас уже в Астане, уже по новым сведениям, по новым данным, уже с прошлого понедельника начали штрафовать за фары. 726, кажется, цифры, читала недавно, оштрафованных. Ну, это куда годится, мне кажется, это уже из ряда вон. Это просто человеческая какая-то забывчивость. Это надо ли машины переоборудовать, чтобы автоматически они при зажигании фары включались. Это очень странно. Тем более, вот это сейчас зима, это еще понятно, вот эта норма. А летом, когда светит палящее солнце, когда зачастую даже светофоры, бывает, не видно против солнца, да, зачем эти фары нужны будут? Это уже какая-то необдуманная… Ну, в любом случае, эффективность нововведения, наверное, можно будет как-то подвести итоги после того, как будут итоги статистики. Стало ли меньше аварий, да, допустим, уменьшился ли травматизм, уменьшился ли травматизм и детская смертность при ДТП, то есть вот статистики. Да, я думаю, что в первые статистические данные попадут те, это пополнение бюджета за счет штрафов. Вот этот показатель уже начал расти. Насколько эффективность кресел и прочего, вот сейчас даже с этим ажиотажем, с креслами, с устройствами, каждый пытается выкрутиться, где-то подешевле найти. И зачастую такие кресла, что в них опасно сажать детей. Они ходуном ходят, я тоже с таксистами разговаривала, они показывали даже, что вот пристегивает кресло, оно при каком-то элементарном торможении, оно ездит. Ну, то есть тоже какие-то непонятные моменты. Также вопрос, какая-то нужна будет срочная эвакуация ребенка из машины, а там эти заедающие, там куча всяких этих ремешков. Вот как его… Ты имеешь в виду экстренные какие-то… Да, в экстренных ситуациях, там пожар, машина загорелась, еще что-то. Вот ребенок просто заблокирован вот этими креслами, оказывается. Ну, а в целом, то, что нужно соблюдать порядок, какие-то нормы при движении в автомобиле детям, детей надо уже приучать с раннего возраста, чтобы они не ходили по салону, чтобы они не отвлекали прежде всего своих родителей, ну, старших, кто за рулем, водителя. А то сейчас можно на улицах встретить, что дети открывают окошки, показывают там все, что угодно из окон проезжающим машинам, кривляются и так далее. Ну, даже смотришь, даже проезжая рядом, какой-то безопасности ребенка, он руки высовывает. Ну, в общем, какие-то нормы должны, ребенок должен понимать, что ему надо вести себя должным образом в машине. Ира, спасибо. На связи с программой «Регион-09» была корреспондент телекомпании «Пятый канал» Ирина Вобичевич. Мы продолжаем выпуск. Между тем, премьер-министра страны Карима Масимова попросили пересмотреть норму о детских автокреслах. Одномоментное исполнение требований закона и правил не представляется возможным и создает предпосылки к увеличению коррупционных правонарушений, считают члены партии Акжол. Имеются также вопросы по возрастным рамкам для детей. Например, с обязательным использованием детского удерживающего устройства в Бельгии и Дании должны ездить дети в возрасте лишь до 3 лет, в Японии – до 6 лет. В Финляндии для детей от 3 до 12 лет использование автокресла рекомендуется, но не является обязательным. Депутатская фракция Акжол просит премьер-министра ввести отсрочку на 12 месяцев на применение автокресел. По мнению мужелесменов, такая норма, заложенная в новом законе о дорожном движении, привела к ажиотажу на рынке и резкому повышению цен на специальные удерживающие устройства безопасности для детей. Сразу за 4 года получили счета за свет жителей одной из пяти этажек Юго-Востока. Начисления касаются освещения, подъездов и подвалов. С апреля 2011 года жильцы перестали получать счета за освещение подъездов и подвалов. Платили только по своим квартирным счетчикам. И вот сейчас услугодатели опомнились и выставили сумму сразу за 4 года. Я бы не заметил и заплатил бы. А когда 2700, уже сразу заметил. Я платить пока не разберусь, не буду платить. Мне должны ответить, почему остальные у коллега не платят по общему дому, а мы должны платить. Весь дом оказался должен услугодателю около 290 тысяч тенге. На каждую квартиру пришлось почти 2800 тенге. Малообеспеченным жильцам дома такие лишние расходы выкроить трудно. Показания снимались, но при передаче показаний от Караганда Жарык в ТО Караганда Жилузбет происходилось. Я объясняю чисто человеческим фактором, что произошла ошибка. В данном случае у нас произведено внутреннее расследование и все виновные уже наказаны. Казахстанцы с татуировками и пирсингом на лице не смогут получить удостоверение личности. Согласно новым требованиям, различные украшения и нательные рисунки на лице, очень популярные сейчас среди молодежи, при фотографировании на документы удостоверяющие личность недопустимы. Однако на татуаж бровей, век и губ такие ограничения не предусмотрены. Сары Арка продолжает побеждать. На своей площадке карагандинская ледовая дружина поочередно обыграла Ишталь, Пермский Молот, Прикамья и Нефтекамский Торос. Команду из Ижевска карагандинцы разгромили с небывалым счетом 9-0. Оправданием гостям может быть лишь то, что в Караганду Ишталь прилетела за час до игры. Более интересной выдалась встреча с Пермским Молотом. Игра проходила с переменным успехом, но все же хозяевам удалось победить со счетом 4-2. Победитель противостояния с Нефтекамским Торосом выяснился только в серии буллитов. И вновь удача улыбнулась подопечным Леонида Тамбиева. В Караганде задержали серийную мошенницу. Преступница проникала в квартиры одиноких пенсионеров, представляясь работницей Райсабеса. На счету женщины около 20 обманутых пенсионеров. У одной из своих жертв, возраст которой 89 лет, мошенница забрала около полумиллиона тенге. По мнению сотрудников криминальной полиции, количество пострадавших от рук мошенницы может вырасти, ведь действовала она по всей Карагандинской области. Если вы узнали эту женщину или пострадали от ее мошеннических действий, незамедлительно обратитесь в полицию. 19 января православные христиане будут отмечать один из главных праздников – Крещение Господне. В этот день, согласно народной традиции, верующие окунаются в прорубь. Согласно статистике, с каждым годом желающих исполнить крещенский обряд среди карагандинцев становится все больше. В этом году четыре проруби появятся на Федоровском водохранилище в районе яхт-клуба и две на озере в Центральном парке. Многие верующие стараются совершить обряд в ночь с 18 на 19 января. Однако священники заявляют, что окунаться можно только 19 января, после 11 часов, сразу после завершения праздничной службы в храмах. Купание церкви дозволяется после освящения в проруби с 11 часов, после божественной тургии. Поэтому уже практика, уже не первый год мы это осуществляем. Некоторые люди ездят в 18-го сло ночью, то есть с 18 на 19, в 12 часов, там такая традиция. Традиция в корне неверная. Штрафы со скидкой за нарушение правил дорожного движения казахстанцы смогут оплатить через электронное правительство ИГОФ. Для этого необходимо будет ввести личные идентификационные данные водителя. В информационном окне появится штраф и его сумма. В случае, если с момента наложения взыскания не прошло 7 суток, то сумма штрафа будет отображаться с 50% скидкой. Там же имеется вкладка «Оплатить». После этого штраф ПДД будет исключен из электронной базы. Стоимость одного килограмма фасованной гречки в Казахстане варьируется от 292 тенге в Караганде до 745 в Талдыкургане, сообщает Кастак. Самая высокая цена на хлеб первого сорта зафиксирована в Петропавловске – 68 тенге. Самое дорогое куриное мясо выше 700 тенге за килограмм отмечено в Уральске, Караганде и Кокшитау. Десяток яиц дороже всего обходится покупателям в Алматы – 243 тенге. До 200 тенге за десяток этот продукт реализуется в Уральске, Актобе, Караганде, Павлодаре и Петропавловске. Сахар-песок в Караганде реализуется по 163 тенге за 1 килограмм, что является самой низкой в Казахстане ценой. Самый дорогой сахар в Таразе и Кокшитау – 200 тенге за 1 килограмм. Карагандинский хоспис сокращают наполовину. Финансирование по госзаказу урезают с 50 до 25 коек. Части персонала предстоит сокращение. Мы Христом Богом молим Бога, чтобы эта больница была… Понимаете, эта больница необходима как ничто другое. Неужели мало у нас в Караганде всего другого, что можно там потеснить? Пусть открывают еще не одно такое место, а пусть открывают еще несколько таких мест, потому что это очень востребовано. А сколько у нас есть таких людей, которым некуда деваться? В этой больнице, принадлежащей Обществу Красного Полумесяца, 20 коек хоспис и 30 больниц сестеринского ухода. Она работает с 1992 года. Больница переполнена, она одна на всю область. Последние 10 лет хоспис выживает за счет госзаказа плюс пожертвования. Накануне персоналу сообщили, что госзаказ сокращают наполовину. Мы как бы тянули вот эту вот работу. Мы воспитали тех людей, которые именно пользуются гуманностью, милосердием и оказывают помощь нашим людям, населению нашей Караганде всего. Страшно, жутко. И вот как-то так вот именно за людей страшно. Естественно, и заработные платы, которые здесь остаются, они естественно где-то в половину на меньше будут. В областном управлении здравоохранения поясняют, что финансирование коек-сестеринского ухода не сокращается. Просто половина госзаказа переходит одной из городских больниц, где вскоре откроется подобное отделение на 50 коек. Это нормальное цивилизованное государство. И получается, нет государственной организации, которая показывает этот вид помощи. Эти виды помощи, они входят в гарантированный объем складной медицинской помощи. То есть до настоящего времени у нашей области не было возможности открыть государственную. В связи с этим весь объем финансирования распределялся у неправительственной организации. С официальным визитом в Турцию побывала карагандинская делегация. Планируется развитие совместного бизнеса и налаживание взаимодействия в сфере образования. В карагандинском регионе действует более 1300 совместных предприятий с участием иностранного капитала. Из них 150 с участием турецких партнеров. Основная цель представителей бизнеса – перенять опыт и наладить совместное производство именно с промышленным регионом Турции. Уже имеется налаженная индустриальная зона, развитая сеть промышленных палат. И наши предприниматели и мы хотели бы поделиться своим опытом, узнать, как ведется бизнес здесь, для того, чтобы иметь возможность дальнейших инвестиций как в наш регион, так и в турецкий. Полчаса и в столице аэропорт Сарыарка с 19 февраля запустят новый маршрут Краганда-Астана. Прямой рейс будет осуществляться два раза в неделю. Стоимость полета будет от 5000 тенге. В будущем аэропорт планирует открыть маршруты на Урумчи и Стамбул. В ближайших планах у нас в феврале месяце будет открываться новый рейс с Алматы. Маршрут будет Алматы-Краганда-Астана. Давно с Караганды не было в Астану авиасообщения. Сейчас оно будет. Плюс в ближайшее время, то есть на летний период, авиакомпания «Эра-Астана» рассматривает вопрос открытия рейса на Германию. И с весны начинается турецкая программа. Более 22 тысяч автомобилей закупили казахстанцы из России за два последних месяца. Среди них превалируют марки «Лада», «Тойота», «Хенда», «Кия», «Рено» и «Шевроле». Из-за падения рубля цены на авто в России оказались выгодными для казахстанцев. Наши соотечественники начали скупать машины в соседней стране. Только карагандинцами с декабря по сегодняшний день было приобретено более 2000 автомобилей. Из-за низких цен на транспортные средства в России резко увеличился поток возимых машин на территорию не только Карагандинской области, но и всей республики. Только за декабрь по области было зарегистрировано 2015 автомобилей с различных регионов Российской Федерации. Каждая автомашина проходит осмотр, проверяется на предметы розыска и подтверждение регистрации и снятия по месту предыдущей регистрации. Большой поток желающих оформить свои новенькие машины спровоцировал очереди при регистрации документов. Замечательно красивый дом. Хорошо, Владимир. Спасибо. По сравнению, конечно, с нашим казахстанским рынком в России намного дешевле, выгоднее приобрести автомобиль. Данный автомобиль 2011 года выпуска, в принципе, обошелся мне в копейки. Тут такой автомобиль я бы купил гораздо дороже. Ну, в ценовой политике, конечно, выгодно, но с другой стороны, повторюсь, что очень много проволочек всякими документами. И вот я уже, честно, устал бегать по кабинетам, чтобы поставить на учет данную машину. На улице Комиссарова столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, причина ДТП – плохое состояние проезжей части. По словам очевидцев, автомобиль колесом попал в излом в асфальтовом покрытии и его выбросило на встречную полосу. В этот момент там ехала Тойота Камри. На этом участке дороги подобные аварии происходили и раньше. По аналогии вот этой случившейся аварии, точно такая же авария произошла и со мной. Нету равномерного перехода на обочину, асфальт резко обрывается. Помимо этого, он еще и изломан весь. Почему мы вынуждены страдать из-за этого, катаясь по таким дорогам? И кто будет за это отвечать? Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин признан лучшим спортсменом 2014 года в Казахстане. Голосование проводило Министерство культуры и спорта. В результате голосования боксер набрал 1861 голос и стал лучшим спортсменом 2014 года в Казахстане. Напомним, в прошлом году Геннадий Головкин трижды выходил на ринг и во всех боях одерживал досрочные победы. Исполнители США Марио Руис работают на второй песне о Геннадии Головкине. Она будет называться «Гудбой Кила» – убийца хороших парней. Внимание всем фанатам GGGG. Если вам понравилась песня «Мексикан Стайл», то вы полюбите и эту. Не пропустите бой Головкин-Юрей 21 февраля, написал артист в своей инстаграме. Напомним, Марио Руиса вместо Сумаром Крусом уже записали одну песню про Геннадия и сняли на нее клип. Футболисты карагандинского шахтера в рамках учебно-тренировочных сборов сыграли два товарищеских матча. Обе игры завершились с одинаковым счетом 3-1. И в обеих матчах команда Владимира Чебурина уступила. Сначала азербайджанскому клубу «Симурга», а затем турецкому «Кайсириспору». Авторами голов у Горняков стали Андрей Финонченко и Михрет Топчагич. Впереди у шахтера еще один товарищеский матч с командой «Зонинхоф» Гроссошпах из Германии. Такой была эта неделя глазами журналистов 5-го канала. Я Ружан Бараев и мои коллеги благодарим вас за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин